добрый день друзья сегодня мы приготовим с вами печень и будем делать очень простой но я считаю это беспроигрышный вариант сегодня печень у нас будет в сметанном соусе нам потребуется печень лук сметана для панировки вы мы возьмем муку и крахмал и специй я возьму только соль черный перец и немного немного сушеного чеснока и масло для обжарки нашей печени все начинаем делать для начала нам нужно хорошо помыть печень и обрезать все лишние пленки все лишние эти трубы у меня сегодня печень свиная таким образом можно приготовить любую печень все чистим печень я почистила печень и теперь берем кусочек печени вот эту верхнюю пленку снимать не нужно потому что она потеряет у вас просто форму и будет разваливаться и теперь нарезаем ее немножко наискосок такими небольшими кусочками я где-то около сантиметра толщиной беру куски у меня небольшие и так нарезаем всю нашу печень если что-то попадается еще то что вы не выбрали обрезаем и делаем дальше печень лучше брать не замороженную особенно если это свиная печень потому что при заморозке она тогда потом приобретает такой такую консистенцию как крупинками и она уже не такая нежная другая печень меньше поэтому подвержена цена я больше все нарезаем такими кусочками я печень нарезала вот такими небольшими кусочками и теперь мы будем дальше подготавливать все наши продукты чтобы у нас было готово берем отдельную тарелочку всыпаем туда один к одному муки и крахмал добавляем туда специи я не солю саму печенку я именно солю полировку в которой потом обмакиваю нашу печенку добавляю туда специи как я говорила я использую сегодня черный перец немного немного чеснока и также соль соль я возьму тут чайную ложечку все перемешиваем и в этой панировке мы будем потом обжаривать нашу печень а также чтобы ускорить время мы сейчас почистим и порежем лук лук режьте так как вам удобно это может быть кольцами полукольцами кубиками я буду полукольцами резать как я говорила наверное узкую чтобы ускорить нашу готовку мы сегодня будем готовить сразу на двух сковородках берем сковородку немножко поменьше вливаем пару ложек масла столовую и выкладываем туда наш лук и начинаем его обжаривать пока лук обжаривается на другой комфорте огонь делается поменьше чтобы лук не начал гореть нам надо довести его до мягкого состояния почти до готовности на обжарить берем другую сковородку на которой мы будем обжаривать нашу печенку вливаем масло я вливаю на любитом 4 5 берем нашу панировку берем нашу печенку поближе масло разогреваем и теперь просто обмакиваем печень панировки выкладываем ее на сковородку и так делаем со всей нашей печенкой печень долго обжаривать не нужно она становится очень сухая буквально минуту полторы с одной стороны минутку с другой и этого будет достаточно переворачиваем с другой стороной и еще обжариваем минутку полторы у меня обжарилась еще около минуты на другой стороне и вот такой стик я развезла вам показать внутри она еще достаточно розовая но снаружи уже обжарилась этого достаточно снимаем в отдельную посуду в которой мы будем потом тушить нашу печенку не передерживайте на сковороде не жарьте долго будет очень жесткая и так жарим всю нашу печенку до конца в это время не забывайте помешивать пока я обжариваю печенку вот так мой лук зазолотился и оставила на маленький огонь чтобы он сильно не сгорел не так чтобы он стал такой золотистый мы практически готов теперь мы берем у нас осталось немножко панировки берем столовую ложку с панировочной нашей смеси это как вы помните мука с крахмалом столовую ложку больше не нужно это немножко загустит наш соус обжариваем чуть-чуть смешиваем с маслом чтобы не получились бы комочки добавляем немножечко пока я добавлю где-то пол стаканчика в горячей воды пускай наша мука с крахмалом чуть-чуть разойдутся и теперь сюда выкладываем нашу сметану сметана может быть любой жирности какая у вас есть более сладкая сметана то есть не очень кислая просто даст помягче такой вкус если можно даже использовать сливки но это уже будет совсем так очень шикарно я считаю что достаточно сметаны все выкладываем нашу сметану все перемешиваем пусть немножко все это по соединиться пока ничего солить не будем мы посолим попозже добавим еще немножко воды еще пол стаканчика я пока добавила чтобы нам легче было бы выложить ее нашу печень и эту зажарку все берем теперь кастрюльку успеть без печенкой перекладываем туда немножко распределяем вы видите чуть-чуть маловато жидкости и добавляем туда еще воды и так чтобы покрыть печень чтобы она у нас было бы где тушиться в чем очень много не надо чтобы у вас не получилось очень жидкий соус соус и будет много так чтобы было бы место тушиться все еще немного перемешиваем и теперь даем на маленьком огне накрываем крышкой даем ей покипеть хотя бы может быть минут пять пускай наша печень практически уже будет готова чтобы мы смогли бы спокойно попробовать наш соус и воды солить и доперчить вот так она не сильно булька меня постояла по потушилась около пяти минут теперь я хорошо попробую ее и буду добавлять соль я я добавлю соли наверное где-то около чайной ложки вы делаете это все на свой вкус кто-то любит более соленая кто-то менее соленая если вы видите что очень густо можете добавить горячей воды также я добавлю немножечко черного перца черный перец мы добавляли в панировку поэтому много сыпать не нужно перемешаем и теперь оставляем нашу печень уже готовится до готовности огонь большой не делайте вот так все у меня вроде бы всего достаточно огонь поменьше пока ваша печенка кипит и изредка подходите немножко ее переворачивайте чтобы она у вас не пригорела бы снизу у меня прошло уже минут 15 я еще оставляю ее тушиться дальше у меня печень покипела где-то около 40 45 минут на маленьком огне все она готова и теперь накрываем на стол и подаем наш ужин вот такой замечательный ужин у нас сегодня получился печень сметанном соусе как я говорила это беспроигрышный вариант подавать можно с любым гарниром который вы любите у меня сегодня отварная картошечка и свежие овощи все на этом буду заканчивать видео если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с вашими друзьями и почаще заходите ко мне в гости до свидания